Проблемы предоставления коммунальных услуг, соблюдения прав на жилище, вопросы охраны здоровья и доступности медицинской помощи. Все эти вопросы сегодня помогают решать уполномоченные по правам человека. Сегодня исполнилось ровно 100 дней со дня вступления Александра Панова на эту должность в Кировской области. О том, что уже удалось сделать, омбудсмен рассказал нашим корреспондентам. Напомним, что в феврале этого года на пленарном заседании УЗС депутаты большинством голосов выбрали уполномоченного по правам человека. Им стал бывший руководитель Кировского следственного комитета Александр Панов. Как он отмечает, институт уполномоченного в Кировской области востребован, и об этом говорит статистика. В 2010 году аппарат уполномоченного принял более 900 обращений. В 2014 году их было уже свыше 2000. Исходя из самого смысла существования данного института, данной государственной должности, как уполномоченный по правам человека, мы принимаем практически все обращения и пытаемся людям, если в случае не пройдены определенные инстанции, и мы видим, что там есть реальное нарушение прав и перспектива их восстановления, конечно, мы разъясняем обратившемуся гражданину, нашему жителю. Анализ поступивших обращений показывает, что наиболее актуальными остаются проблемы предоставления коммунальных услуг, соблюдение прав на жилище, вопросы охраны здоровья и доступности медицинской помощи, социальное и пенсионное обслуживание, трудоустройство и своевременная оплата труда, благоустройство и экологическая обстановка. При этом наиболее эффективной формой работы с обращением стали выездные приемы граждан. Например, из Слободского обратились погорельцы, дом которых не признавали аварийным. После того, как мы осмотрели, сфотографировали, показали всем, то администрация была, ну я буду говорить так уже, но вынуждена признать этот дом аварийным, не подлежащим ремонту. Что касается защиты прав среди осужденных, то кировский амбуцмен отметил, практически все исправительные учреждения соблюдают установленные нормы и правила. Михаил Конышев, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.